Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной закуп, и мы хотели бы его обозвать бешеный закуп. А почему мы его так обзываем? Посмотрите, в руках у меня вот этот, посмотрите, чек. Чек. Посмотрите, какой он длинный. И обратите внимание, вот тут в самом низу, вот, там, конечно, указана цена в вонах, но мы эти воны перевели на доллары, и в долларах получилось 1564 доллара. Вот моей рукой, ручкой написано. А почему? Ну, вы же знаете, мы уже не первый раз снимаем. Обычно у нас, ну, где-то 150-200, ну, 250 долларов обходится вот эта наша закупка, да? Хотя мы продукты те же самые покупаем, многие повторяются. А почему сегодня такой бешеный закуп? Вы досмотрите, если до конца. Мы вам секрет откроем. Почему такой закуп? Итак, мы начинаем. Что же мы сегодня купили? Так, во-первых, хочу начать, ну, всем знаком вам вот этот продукт. Это свиной фарш. Он, вы знаете, не замороженный, продаётся вот так. И мы к нему уже настолько привыкли, что мы без него не можем обходиться. Он у нас из холодильника вообще не выбывает. Вот посмотрите, этого фарша здесь 1,936. Ну, давайте округлим, 2 килограмма. И стоит он на доллары 10 долларов. У вас есть возможность сравнить с вашими ценами. То есть 2 килограмма 10 долларов. Килограмм 5 долларов. Давайте так будем ориентироваться. Но он вкусный. Да, этот фарш очень хороший, вкусный. Потому что если я свинину куплю, которая здесь продаётся, и сделаю сама фарш, он совсем... Да, вкусный такой. ...другого вкуса. Вот следующая покупка. Это вот сосиски. Эти сосиски американские. Здесь сколько штучек? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Две упаковочки. Вот они. Одна упаковочка, вот вторая. Эти сосиски, значит, они стоят вот эти две упаковки 11 долларов. И тоже, дорогие друзья, у вас есть возможность сравнить с вашими ценами. Поэтому мы даём в долларах. Хочу сказать, что они очень вкусные. Это любимые сосиски моего внука. Если в холодильнике есть сосиски, он ничего другого не может есть. Так. Правда. Дальше. Правда. Посмотрите. Не правда, говорит? Правда. Ну, любит. Посмотрите, вот мы взяли впервые вот такой сыр. Ну, он такой действительно твёрдый. Говорят же, сыр твёрдых сортов. Вот действительно твёрдый. Прямо разбить можно им что-нибудь. Вот здесь 500 граммов этого сыра. И он стоит 13 долларов. Не дёшево. Правда? Да. Это вот голландский сыр. Голландский. Да. И посмотрите на его цвет. Вот такое ощущение, как будто он подкопчённый, что ли. Вот там написано, выдержка, знаешь, сколько тут? Вот написано 20 месяцев. Возраст 20 месяцев. Я не знаю, для сыра это. Много или мало. И тут такие дырочки прям. Вот, обратите внимание. Вот они, вот они, вот эти вот. Ну, вы такой хотите, вот, к которому привыкли. Вот ещё. Потом, вот, посмотрите, какой мы ещё купили сыр. И обратите внимание. Вот сейчас, вот здесь вот написано. Президент. Я это слово знаю ещё по Казахстану. Мы покупали масло сливочное, президент, самое высококачественное. Сыры всевозможные, сливочные сырки. Потом были такие вот сырки в круглых упаковках. А когда открываешь коробочку, они там треугольные такие. Кстати, очень и очень вкусные, очень жирные. Давайте я сейчас открою эту коробочку, вскрою, и мы вам покажем, что это такое. Так, вот, оказывается, тут так просто, вот так открывается, да? И посмотрите, там металлическая баночка. Ну-ка, достань, посмотрим. Это, наверное, такие же, как у нас в Казахстане продавались. Вот такими треугольничками, вот такими треугольничками. Давай откроем, Данька, давай, на, открой. Давайте откроем одну, посмотрим, да? Ага. О, открыли, оказывается, упаковочка совсем другая. И посмотрите, вот здесь фольга запакована бабушкиным методом. Никакими не треугольничками. Ну, что он не фокусирует, блин, телефон? Вот, посмотрите. О, какой интересный. Сверху такой белый налет. А ну-ка попробуем. Вот такой белый налет сверху, да? Сейчас, секундочку. О, что-то твердое. Нет, это просто сверху белый налет. Ты вот этот, сам сыр пробуй. Угу. Так. Сейчас я подцеплю. Ну-ка, как он еще выглядит? Вот как он выглядит. Желтоватый. Видите, сверху как... Это, наверное, чем-то присыпано. Нет, не соль. И соль. Что-то напоминает, как будто сливками залили. Ммм. Вот. Камамбер это вообще. А внизу, да, сырный вкус. Вкусный. Угу. Я так думаю, надо его вообще весь извлечь оттуда. Ножничком вот так нарезать, наверное. Да? Наверное. И у нас есть там маленькие контейнеры, и там хранить, и кушать. А ну-ка, запах. Знаете, что-то такое даже. Ой, какой вкусный запах. Жирный. Угу. Жирный прям. И вот обратите внимание, вот таких вот баночек здесь будет. Так, четыре банки по 125 граммов. И цена какая? Я думаю, нам надолго хватит. А, вот, 11 долларов. 11 долларов получается. И тоже, пожалуйста, друзья, сравните, пожалуйста, вот этот сыр в Корее. Нет, они пускай напишут. Вы напишите, сколько вот у вас стоит. Мне просто интересно. Да, вот я и говорю. У нас дорого это или везде так? Как бы. Ага. Все, давай, я и говорю. Так же, да. Вот так. Ну вот. Будем пытаться. Десять долларов... Одиннадцать долларов на четыре разделим? Одиннадцать долларов на четыре? Ну, это по два с лишним доллара. По три не хватает. Вот они, видишь, как хитро делают? Одну вот не купишь. Да. Нужно вот все покупать вот четыре. Ну, правильно. Вот чтобы реализовать помощь. Я, например, хочу одну купить, попробовать. Нет, они, видишь, упаковки. Так. А вот посмотрите, что у нас вот здесь. Это у нас вяленые ягоды. Вяленые ягоды. Клюквам. Я сначала думала, что они замороженные. Они, а как и нет. Они такие мягенькие. Это клюква. Посмотрите. Я так думаю, наверное, полезно и для организма. Вот. Посмотрите, как выглядит эта клюква. Видно, да? А может, я на ладошку довала? Вот. Так. Какие приятные. Кисло-сладенькие такие. Знаете, с чаем пить само то. Вместо конфеток. Можно в компот добавлять. Можно, наверное, в тесто. Ну, чуть-чуть, чтобы для вкуса. Вкусненькие. Надо попробовать, Даня. Дай мне. Попробуй. Вкусно очень, не пожалею. Кушайте, кушайте. Кушайте, кушайте. Можно печь пирог. Да, кстати. Так. Значит, эти... Вкусные какие. Да, вяленые ягоды. А вот они. Вот они. Так выглядят, когда они свежие. Так, вес и цену. Тут вес 1,360 кг. И цена 11 долларов. Нет, правда вкусные. Очень хорошие. Ну, вот с чаем вы же любите что-нибудь такое. Вот так вам показывай, а то люди не видят. Считай на английском. Что тут написано? All juicy. Juicy. Сушёные. Клюква сушёная. Ты прочитал или за нами повторяешь? Прочитал. Так, дальше. Теперь вот хочу вот этот вот продукт. Это вот мёд. Который, кстати, у нас на столе постоянно. Этот мёд. И дочка наша кричит. Кушайте, кушайте, мёд. Это полезно, это полезно. В общем, сахар. Я его не кушаю. Тут ульи вон нарисованы. И пчёлы летают. Это, кстати, не корейского производства мёд. Это американский, по-моему, да, Кира? А, да. Product of USA написано. Вот, американский. USA. Вы знаете, здесь 2 килограмма 270 граммов. И этот стоит 28 долларов. Но его, знаете, надолго хватает. Потому что не будешь же его вот так вот ложками кушать. Да, вот этот мёд самый удачный из всех, которые мы перепробовали в Корее. Корейский мёд, он очень такой невкусный. Как сироп, да? Как сироп. И светлый такой. Подозрительный. Я когда на него смотрю, на корейский мёд, думаю, нет, он не натуральный. Нет, они делают, мне кажется, может быть, не знаю, ну, какие-то мауки. Вот этот самый похожий, да, на наш такой привычный. Такой он терпкий. А вот посмотрите, какое дорогое удовольствие вот это. Это рыба. Лосось. Лосось. И стоит тут 1,710. 1,710. Даже 2 килограммов нету. А стоит 49 долларов. Вот она цена. В вонах мы перевели в доллары 49 долларов. Дорогое удовольствие. Мы раньше покупали, помните, если вы, то там была другая упаковка. Там вот эти вот, само мясо, что ли, оно было вот так нарезано на кусочки. Вот. А это прямо целое. Там как стейки были со шкуркой. А здесь вот чистое филе. Поэтому оно дороже. Так. Ну, какая разница, можно было и те, но просто их не было. Их не было, да, сегодня. Хорошо. Ну, этот продукт вам, конечно, уже вам знаком. Это вот свиные ребрышки. Вот. Которые нам очень нравятся. Мы к ним прикипели. Мы сейчас... Я уже не помню, когда мы в последний раз мясо свиное брали. Потому что мясо свиное здесь вообще... Мякоть вообще, она невкусная. И кости свиные, они намного дороже ценятся, чем само мясо и сало. А вот эти ребрышки, они очень вкусные. Тем более у нас сейчас есть скороварка. Мы можем всегда приготовить. И хочу сказать, что, несмотря на то, что это ребрышки, выход чистого мяса здесь очень полезен. Потому что ребрышки, они лёгкие. Вот я сколько раз отмечала, что покушаем, потом мы собираем, когда эти ребрышки, они вообще лёгенькие. И мяса много. Да, мяса много. Поэтому не думайте, что невыгодно их брать. Нам понравилось очень. Потом у него вкусовые качества очень хорошие. Здесь у нас сколько? Около... Три килограмма. Три килограмма, да. А стоит... Двадцать пять. Двадцать пять долларов. Двадцать пять долларов. Ну, недорогое оно. Нам хватит на несколько раз, в общем. Теперь вот посмотрите, что у нас. Этот продукт к нам в Корею приехал из Индии. Вы представляете? Это обыкновенные маринованные огурцы. Из Индии приехал. Эта одна баночка стоит три доллара. Ну, естественно, тут чеснок, там, что ещё? Укроп, как мы обычно. Уксус. Уксус, да. Да. Но, опять-таки, вот я удивляюсь. Это, наверное, из Индии приехало. Это не здесь уже так упаковали. Вот захочешь одну баночку, тоже не купишь. Нужно две именно баночки купить. Да. Видите, они как соединены. И покупаешь, блин, бадьями. Вот так. Ну, попробуем. Ну-ка, сзади как они выглядят. Почему-то у меня... Перец. Даня, а что тут написано? Он занят. Бэби-дил. Дил? Что такое бэби-дил? Белое. Вот, вот, вот. Иди, Даня, почитай. Не знаю. Это имя собственное. Бэби-дил. Не знаешь, как? Ну, английский учил, не знает. Чеснок. Чеснок. Ну, ладно. Так, значит, вот баночка. А вес какой же? Где-то 700 граммов, да, по-моему? Ой, тут не один литр написано. Вот это. Да, один литр. Да? Ну, баночка, наверное, однолитровая ёмкость. А где вес? А, 540 граммов. Я думала, один. Баночка литровая. Ну, баночка литровая. А почему 540 написано? Не знаю. Огурцов может 540. Поехали дальше. Посмотрите, что у нас. Вот тут. Давай, это сюда. Это вот. Это томатный соус. Ну, он... Тут написано Made in Italy. Значит, в Италии. Эти три баночки стоят 9 долларов. Значит, одна баночка 3 доллара. Мы почему их взяли? Потому что у нас томат-паста закончилась. Но я так думаю, что, наверное, вместо томата-пасты тоже можно использовать. Тем более, мы можем и то же самое макароны отварить. Или я так подумала, если я, например, текстиль буду, да, отваривать, да, и если я вместо томата-пасты добавлю немножечко вот этого томатного соуса, ну, наверное, не испорчу, я так думаю. Вот я через стекло вижу, что здесь вот такие маленькие помидорки вон даже проглядываю. Там помидор в составе, я посмотрела. Базилик. Оливковое масло. Чеснок. Это соус, да, это не паста, это соус. Я не говорила паста, я сказала соус это, да. Вот здесь, посмотри. Он уже заправленный. Помидорки черри тут. Видно прямо, да, помидоры черри? Давай откроем одну, попробуем. Ну, давай. Сейчас я выключу, потом включусь. Вот, откроем мы. Небольшое усилие. И давайте посмотрим, что это такое. Эй, у тебя сырная ложка, мам. Не надо сырной ложкой. Вкусно. Вкусный? Да. Ну, хорошо. Можно добавлять, как я сказала, чуть-чуть взял. Чистую, да? Тефтели. Ну-ка, я понюхаю. Вот видите, здесь зелень, оливковая масло. Наверное, вкусно будет с макаронными изделиями. Не пересолено. Ой, как пахнет. Кто в Корее живет, попробуйте. Маринара. Запах аж хром. Тоскани. Чеснок, лук. Из Тоскани. И базилик. Из Тоскани. Тоскана. Это вот такая область в Италии. Область итальянская, да. Так. Ну, все. Дальше. Закрываем. Теперь посмотрите, что у нас. Ужас один. Посмотри. Ну, меньше они не делают. Вот тоже, видишь, специально. А сколько это? Чтобы деньги тратили. Я не знаю, сколько здесь штук. Вес здесь. Вес? Где здесь вес? Кило 584 грамма. Вот. Кило 584. Полтора килограмма. Полтора килограмма. Ну, каждая булочка, если, допустим... А цена? 4,3 доллара. Если, а каждая булочка 50 граммов, это значит 30 штук здесь этих булочек. Наверное. Ну, ничего, попробуем. А ну-ка, открой, попробуй. Сейчас, минуточку. Я вот надкушу и сразу пойму, что это такое. Все, все надкусимы. Корейские, да, корейские вот эти хлебные изделия, они вообще мне не нравятся. Они такие прямо это. О, мягенькие. Ну, это я на завтрак взяла. Мягенькие, о, какие, о, посмотрите, какие. А разоми вот так, посмотрим, как внутри. А я вот так хочу разомить. Зачем? Ой, Никита, ой, такой прям белоснежный. Ну, если мы наедимся и уже не захотим, мы можем всегда насушить сухариком. Так, что это за привычка сухари сушить? Ой, капец. Какие-то замашки. Сладкие они? Да. Фу, блин, я думала, они не сладкие. К чаю. Ужас. Попробуй, Данил. Что у них за привычка все с сахар ложить? Вкусненькие. Ну, короче, будем кушать этот. С сыром. Нет, не сильно завтрак. Не сильно? Нормально. Сладкие. Ну, ничего, вот смотрите, пропеченные. Точно штук 30 здесь. Я не поленюсь, посчитаю потом, когда выключим деньги. Я посчитаю. Зачем? Так, Данил, давай самую дорогую покупку. Друзья, и, наконец, я вам хотела открыть секрет, почему сегодня наша покупка такая дорогая. А посмотрите, что у меня в руках. Этот айфон мы купили Данилу. Вот. Ну, секрет маленький открою. Он же у нас диплом недавно получил. В общем, это вот подарок небольшой, этот айфон. Он стоит, боже мой, я чуть не упала. Сколько он стоит? Сразу в долларах говорю. Тысяча триста сорок пять долларов. Вот. Цвет как называется, Данил? Титановый. Титановый. Цвет титановый. Вот, посмотрите. И он тоненький, намного тоньше, чем у него предыдущий был. Айфон у тебя тоже был, да? Ага, вот он. Пока что это страшно. А-а-а, для сравнения. Для сравнения. Посмотрите, какой он грязный. Нет, ну это чехол. Этот чехол у него. Ну да, чехол, да. Там новенький. От него рук, конечно. И что, продать? Продавать будешь старый? Да, ну можно его продать, конечно. Но это, конечно, последняя модель. Подписчикам говорит, разыграйте. Издеваешься, что ли? Оскорбятся сейчас. Это последняя модель. И говорят, что у неё функции все намного усовершенствованы. В общем, и поэтому... Камера там очень хорошая. Попробуем как-нибудь снять на него, да? И, в общем, это. Теперь вот... Ну, он выключен, конечно. Что тут вот, чёрное? Тут ничего не видно, конечно. А вот с этой стороны. Теперь вот его законная коробочка. Вот написано iPhone. И вот... Вообще, надо модель назвать. Это люди не знают. Ну-ка, сейчас я вам покажу. А где это напишется, зараза? А, вот. 15 Pro Max. 15 Pro Max. 16-го нет ещё, да? Скоро будет. Скоро будет. А там что внутри? Покажи, мам. Данил, в общем, это. Сам распечатывает, а сам говорит. Вот этот старый iPhone бабе передарим. Я говорю, не надо, у меня есть. Вот я вскрыла коробочку. Посмотрите. Ну, тут это вот, как обычно. Зарядка. Да, зарядка. А вот здесь вот рядышком вот эта штучка, при помощи которой извлекают этот... Как называется? Как называется? Сим-карта. Сим-карту извлекает. Вот она. Ну, это все знают. Да, это все знают. Вот так. Ну, наушники у него есть. Так что вот так упакована. Вот этот телефон, он был один. Ну, на тот момент, когда я покупала, один был в наличии память. Какая здесь 256 гигабайт и цвет вот в таком цвете? Никаких вариантов не было. То есть, они как поступают, я хочу сказать, их сразу разбирают. Это капец вообще. Невозможно. Ну, что это? Мне вообще айфоны вообще не нравятся. А я хочу вот этот вскрыть. Убрать чехол и посмотреть, какой же... Только ты не сбей там. Он там переносит сейчас. Какой же был этот цвет, Даня. Ну-ка, открой. Это очень красивый цвет. Тоже красивый? Видишь, какой золотистый. Вот. А можно было и не покупать, да, новый? Он не передает этот... А это какой айфон? 12. Этот 15, а этот? 12. 12? Ну, не на... Нет, они до каких пор будут их штамповать, Даня? До тех пор, пока люди будут покупать. Ой, не говори. И вот на следующий год выйдет 16, этот уже будет как бы... Да. Но на сегодняшний день это самый последний и самый дорогой. Да. Сказала и сама забыла. 1300 долларов. Да, это вообще ужас. Ну, ладно. Учитывая тот факт, что Данил наш получил высшее образование, да, конечно, мы ему вот... Визу поменял. Да, визу вот ждём. Виза у него скоро будет. Потом будем ждать зарплату. Будем ждать зарплату и от него такие же подарки. Ого. Вот так, дорогие друзья. Мы сегодня в очередной раз с вами поделились, где-то похвалились. Вот. Вот. И похвалились тем, что вот у Данилы теперь у нас айфон 15. Доволен? Да, он особо и не радовался. А что ты не доволен? Вот он интересный, он, знаешь, не это. Вот мне бы сказали, да? Оббалованный. Нет, я ему бы предлагала давно. Он говорит, ай, не надо, ай, не надо. Молодец. Мне бы сказали раньше, да? Я бы сказала два вместо одного. Ну, вот так, дорогие друзья. Мы поделились с вами. Да, ставьте нам лайки. Подписывайтесь, пожалуйста. Пишите, что вы думаете по поводу наших покупок, по поводу вот этого айфона. И мне интересно насчет цен. Вот кто, у кого есть магазин Костка, кто имеет доступ. Интересно, вот просто. Мне кажется, что у нас в Южной Корее дороже. Все, почему-то далеко, видать, вести. Так, все, пока-пока, до свидания.